This conference will now be recorded. 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 Вести аналогию, которая может вам подчеркнуть, почему гид очень важен. Представьте себе какого-нибудь сотрудника, который создает версию, например, отчета о проделанной работе. И когда отчет почти уже готов, руководитель может попросить у него какую-то измененную версию отчета. Чтобы управлять версиями отчетов, сотрудник должен либо архивировать или создавать копии этих отчетов, либо пользоваться какой-то системой управления версией. А гид – это как раз и есть такая система управления версией, которую все сейчас используют и применяют. Поэтому этот курс – один из самых важных курсов. Хотя он напрямую с JavaScript не так уж сильно и связан. Проходить этот курс можно как в начале дипломной программы, так и в любое время после начала дипломной программы. Если вам интересно, я могу посоветовать его проходить в первой половине дипломной программы, чтобы потом уже на интересных и сложных курсах всеми возможностями гид-а благополучно пользоваться. Следующий курс нашей дипломной программы – это основы JavaScript. Курс занимает 24 академических часа. Я вот сейчас представил себе на месте того, кто пришел на день открытых дверей и поймал себя на мысли, что мне было бы, например, очень интересно, что такое 24 академических часа. Что это такое? Это либо 3 дня занятий с 10 до 5, либо 3 дня подряд, либо, например, раз в неделю, 3 недели. Если вдруг вы только начинаете, совсем-совсем делаете первые шаги в программировании и не знаете каких-то других языков программирования, мой вам совет, конечно же, выбирать режим, когда занятия идут, например, раз в неделю. Если вы какой-то язык уже знаете или уверены в своих силах, можно выбирать интенсив трехдневный, но будьте аккуратны. Обычно, когда трехдневный интенсив идет, на домашние работы время обычно у тех, кто приходит учиться, остается очень мало. И я вот сегодня, когда готовился к нашей встрече, посмотрел фамилии тех, кто записался на этот день открытых дверей, и увидел несколько человек, которые уже сейчас учатся на наших дипломных программах. Я думаю, что если здесь кто-то сейчас уже подключился, присутствует, они подтвердят, что такой интенсивный график 3 дня подряд – это достаточно напряженный график. О чем мы говорим на основах JavaScript? О самых базовых вещах языка программирования. О том, как выполнять действия повторяющиеся, циклы. О том, как писать функции. О том, как использовать переменные. Какие типы данных есть и так далее. Для начинающего разработчика, который делает совсем первые шаги, курс может показаться сложным и насыщенным. Но, тем не менее, такой курс обязательно должен быть пройден, потому что на основе него строится вся остальная работа. Какой бы вы потом курс не пришли, темы из первого курса, из основы JavaScript, они постоянно дальше везде используются. Ну вот, Антон говорит, зато весело несколько дней подряд. Смотрите, у нас были разные случаи, разный опыт. Бывали совсем много-много раз подряд дней, слушатели занимались и выдерживали график, но лучше взвешивать свои силы. Дальше. Один из фундаментальных курсов, которые у нас есть в дипломной программе, это расширенные возможности JavaScript. Название, может быть, этого курса не совсем мега удачное. Речь на нем идет о том, как применять JavaScript именно в браузере. Первые пару-тройку дней мы говорим о том, что есть дополнительного в JavaScript, как использовать типы данных, как использовать то, что мы на первом курсе учили, применительно к браузеру, как создавать на лету HTML элементы и оперировать им. Обратите внимание также, что эта дипломная программа, вот вся вот эта дипломная программа, она предполагает, что вы немножко хотя бы знакомы с HTML. Я считаю, что это важно, потому что некоторые записываются на эту дипломную программу и спрашивают, ну с нуля, подойдет? Я говорю, подойдет. А в итоге оказывается, что человек, например, HTML не знает. Почитайте, что такое теги, что такое атрибуты, если вы не сталкиваетесь с HTML, обязательно посмотрите, что это такое. Еще один курс, который есть у нас, это курс JavaScript уровень 3. Сюда мы вынесли ту информацию, которая есть в современном JavaScript и которая в базовой, в основе 24 часа никак не помещается. Поэтому считайте, что тут уйдет доп.инфа, которую нужно обязательно знать, использовать, но она не критично важна для написания первых своих скриптов. Четвертый, пятый. Пятый по счету и тот, который называется уровень 4 курс, называется у нас Fetch Ajax. О чем речь? Когда мы пишем на JavaScript и находимся в браузере, нам всегда интересно выполнять какие-то запросы, ну как разработчикам. А как пользователи мы часто нажимаем лайки какие-нибудь в социальных сетях или на каких-то площадках. И вот если вы вспомните, когда вы в ближайший раз нажимали лайк, будь то это какой-нибудь ролик на YouTube или где-то еще, или в социальной сети, то вы наверняка замечали, что страничка после нажатия этого лайка, она не обновляется и не перезагружается. Как это делается? Мы обсуждаем на курсе, рассматривая два варианта отправки асинхронных запросов на сервер. Это Fetch API, новый вариант запросов. И немного еще затрагиваем XML-четип-реквест, ну как наследие, которое может вам встретиться на новой работе. Один из курсов, который в дипломной программе выбивается немножко из общей линии, это курс по Node.js. Ну, может быть кто-то слышал, а может быть нет, но JavaScript можно применять на сервере. Для того, чтобы JavaScript применялся на сервере, мы устанавливаем платформу для работы с JavaScript, Node.js, и учимся работать с ней. Node.js важен как среда для тех, кто работает с фронт-эндом, обязательно. Но вот в этом именно курсе мы говорим о том, как настроить сервер, как обрабатывать определенные маршруты. Если вы совсем с этими терминами знакомы, то более простым языком можно сказать так. Если, например, есть форма для обратной связи на сайте, то Node.js позволит вам данные из этой формы забрать, ну и дальше поместить их туда, куда вы сами решите. Будь это файл, база данных, или, может быть, вы вообще будете работать со своим телеграм-каналом. Курс HTML5API, он выбивается немножко колеей из других курсов тем, что он рассказывает о разных возможностях JavaScript, часть из которых вам может на практике понадобиться, а часть, может быть, вообще будет бесполезна. Ну вот, например, как рисовать на JavaScript, как будто бы находясь в программе Paint. Это речь идет о конвасе, специальный HTML элемент, который разрешает JavaScript рисовать на HTML элементе. Дальше, есть там и другие разные классные API, например, определение геолокации. Вы можете запросить у пользователя сайта место расположения его и, соответственно, зная широту и долготу, подсказать, где ближайшая ваша точка продаж или магазин располагается. Дальше там есть еще целая куча разных нюансов. Но мне почему-то кажется, что вам гораздо интереснее будет, если вы программу этого курса почитаете, нежели чем я просто протарахчу все вот эти темы, которые там рассматриваются. Ну и, наконец-то, один из курсов, которым я очень сильно горжусь, это курс по библиотеке React, одной из самых популярных библиотек по построению пользовательского интерфейса. О чем речь? Когда мы создаем какую-нибудь админку или какое-нибудь веб-приложение, то часто возникает вопрос, как сделать интерфейс этого приложения гибким и удобным. Понятное дело, что там большую работу проделывает дизайнер. В идеале там есть еще сотрудники, работники, которые работают над удобством пользовательского интерфейса. Но вот React позволяет это все облечь именно в JavaScript и потом, оперируя базовыми кирпичиками вашего пользовательского интерфейса, которые называются компоненты, работать с чем? С чем? С вашим приложением. Курс этот ведется уже как минимум пару лет и является жемчужиной в списке курсов специалиста и в моем собственном списке. Занимает он всего 16 академических часов, то есть это 2 дня, если работать каждый день, или это может быть, например, 4 дня по вечерам с 18.30, вот как мы с вами сегодня статанули, и до 21.30. Вот Жанна мой комментарий оставила, что если в отпуске несколько дней подряд, то норм, хотя и через день тоже неплохо для успешной проработки. Я абсолютно согласен, особенно вот когда по вечерам через день и вы успеваете и домашнюю работу сделать, и проработать материал, который в классе был, и посмотреть отдельные части видеозаписи с занятия, которое прошло. На мой взгляд, это прям действительно реально удобно и полезно. В конце вы получите документ об окончании этого удостоверения повышения квалификации или свидетельства выпускника. Я к бумажным документам всегда отношусь ровно и вам, наверное, также посоветую, то есть наличие диплома – это всегда приятная бумага в своем списке, всегда приятно, когда задаешь сертификационный тест или какой-то диплом, вешаешь себе на стенку, и он там висит. Я знаю, что со мной ряд разработчиков не согласятся, и скажут, лучше хорошо писать коды, а бумажки – это все не нужно. Но мне кажется, всегда золотая середина – это здорово. Любые из этих курсов мы можем пройти в самых разных форматах обучения. У нас есть обычный очередной режим, когда вы занимаетесь, приезжаете в аудиторию. Если, наверное, так можно, я немножко картинку делаю динамической. Вот, пожалуйста, я сегодня сижу вот в таком вот классе. Сегодня я сижу один. Можно приехать и позаниматься. Есть формат очно-заочный. Это для тех, кто совсем нет времени заниматься, и занятия проходят раз, например, в неделю, а основной материал изучается самостоятельно для очень занятых людей. Онлайн – это вот мы с вами сейчас проводим работу. Дальше у нас есть открытое обучение. Это формат, который предполагает, что в одну дату приходят сразу несколько слушателей с разных курсов и занимаются по видео, сделанным в обычных группах. Как это выглядит? Я прихожу, сидит 5, 10, 15 человек. Каждый пришел на свой собственный курс. Ну, а я не вещаю, вот как сейчас, жду вопросы от своих слушателей. И когда возникает вопрос, подхожу персонально и отвечаю на вопросы, мы разрешаем задачи и проблемы, которые там возникли, или там непонимание материала. Поскольку существенный процент слушателей занимается в центре специалистов через вебинар, сегодня все подключившиеся работают через такой формат, то в открытом обучении мы также приходим на помощь, прося расшаривать или делиться экраном и разбираемся с задачами, которые возникают в процессе обучения. Также есть еще один формат – свободное обучение. Я с этим форматом сам еще пока что персонально не попробовал работать, но идея следующая, что вы стартуете вообще, когда хотите обучение, и поддерживаете связь с преподавателем по определенным правилам, которые, опять же, читайте на сайте и будет вам там все разъяснено. Еще один формат – это индивидуальное обучение. Он обычно характеризуется большей стоимостью, но для тех, кто либо мега супер занят, либо собирается пройти в мега ускоренном варианте обучения, тоже может быть востребован. Так что я вас приглашаю и его тоже посмотрите. Какие вопросы, какие проблемы решают курсы, если вот описать одним предложением каждый курс? Первый курс JavaScript решает вопрос, с чего начать изучение JavaScript. Я уверен, что многие из вас знают, с чего начать изучение любого языка, даже если не начинали. Потому что логика подсказывает, что надо взять и прочитать книжку, посмотреть видос на YouTube, попробовать выполнить какой-то туториал. И если уж там совсем что-то дело не пошло, там просить помощи от кого-то. Первый курс JavaScript снимает все эти вопросы и предлагает вам стартануть под крылом центра специалистов, находясь в надежных руках преподавателей, которые имеют соответствующий стаж и отвечают за тот материал, который поддерживают. Ну, про JavaScript расширены я подробно так рассказал, поэтому пойду дальше. YesNext. Какие крутые фишки появились в новых стандартах JavaScript? Часто мы наблюдаем, когда, просматривая видео или читая книгу, мы встречаем какой-то невероятный синдексис. И в первое мгновение мы можем удивиться, как же так. На курсах мы изучали базу, и все было понятно, и потом бац, что-то невероятное, то, что не поместилось, встретилось. Вот как раз курс YesNext о вот этих вот новых фишках, которые есть в JavaScript. Так, ну из тех вещей, которые интересны, я бы, пожалуй, внимание обратил еще на ноду JS и на библиотеку React. Хочу провести некоторые параллели и аналогии, чтобы вы знали, что есть еще. Кроме ноды JS, есть еще инструменты для работы на серверной стороне, и речь идет о Deno.js. Но мы курс по Deno в Центре Специалист не рассматриваем, потому что нода до сих пор занимает существенное место, существенные рейтинги. И поэтому, как бы, если вы вакансии откроете на HitHunter или еще где-то, то нода будет принимать серьезное место. И то же самое касается React. React – это единственный инструмент, который есть для работы. У него есть ближайшие конкуренты, это фреймворк Vue.js, это Angular, там, Google, и так далее. Вот. Но именно вот в этой дипломной программе речь идет о библиотеке React, где рассматриваются самые базовые, самые важные, фундаментальные вещи, которые есть в JavaScript в React. Кстати, если разделять все по категориям, где фронт-энд, а где бэк-энд, я бы сказал так. Первые два курса в моем списке основы JavaScript и S-Next – это просто подготовка, это база, это фундамент. А потом идет огромный блок того, что находится во фронт-энде. То есть и расширенные возможности, и React, и HTML5, и API – это все, что касается фронт-энда. Напомню, что фронт-энд – это та часть, которая работает у нас где? В браузере, на стороне браузера. Ну, а что касается серверной части, мы все помещаем в единственный курс – это курс Node.js. Если мы заберемся посмотреть вакансии на площадках, где они предлагаются, мы видим наверняка огромные классные заработные платы. Конечно же, пройдя пару-тройку курсов, сразу на такую заработную плату вряд ли можно претендовать. Вот эти суммы были взяты мною, по-моему, две недели назад. Я презентацию готовил с одного из сайтов, которые предлагают вакансии. И обратите внимание, что во всех них достаточно приличные суммы. И я как-то статистику не подводил, но процент библиотек типа React.js, Vue.js, платформы типа Node.js – это очень большой процент. И вы наверняка, изучая вакансии, обязательно столкнетесь с тем, что обнаружите у себя в списке вакансий вот эти курсы. Что у нас есть интересного на самих курсах? Во-первых, на части курсов есть домашние работы. Если вдруг вы пришли на курс, и там где-то не оказалось домашки, требуйте, домашки есть. Также на каждом курсе вам предоставляется видеозапись занятия. Если речь идет об открытом обучении, там сразу все с видеозаписи начинается. А если идет речь о занятии в классе, в живом режиме, то она появляется обычно где-то на следующий день после проведения занятия. Вы можете во время занятия, во время курса задать вопросы преподавателю. На мой взгляд, это очень крутая возможность. Многие говорят, ну зачем нам курсы, мы можем там где-нибудь ролики посмотреть. Пообщаться с преподавателем, получить помощь и ответ на вопрос, на мой взгляд, это классно. Во всяком случае, многие из нас, например, идя заниматься в тренажерном зале, придут тренировку с опытным специалистом, который помогает решать нам на проблемы. То же самое здесь, в JavaScript. Ну что ж, друзья, я боюсь очень сильно, что я вас утомил. Просто реально боюсь. Поэтому я хотел бы сейчас предоставить слово нашему карьерному консультанту. Передаю управление. Есть, да? Есть картинка. Друзья, присоедините, пожалуйста, в чат, если вы видите картинку службы трудоустройства. Отлично. Сергей, спасибо огромное. Так, и звук давайте проверим. Добрый вечер. Добрый вечер. Как меня слышно? Алексей, спасибо большое за предоставленное слово, за интересный рассказ про дипломную программу. Мне самой захотелось наконец на нее записаться и стать Java скрипт-разработчиком. Меня зовут Енина. Я представляю службу трудоустройства учебного центра «Специалист». Одну секундочку. Итак, в нашем учебном центре есть специальная программа поддержки выпускников, поддержки трудоустройства выпускников, в рамках которой я ознакомлю вас с вакансиями, с самыми свежими, организую стажировки для получения профессионального опыта, помогаю в составлении резюме, написании запроводительного письма, помогаю подготовиться к собеседованию. Если сейчас среди наших слушателей есть наши выпускники, вы можете телефончиком сосканировать QR-код и записаться на бесплатную карьерную консультацию. Кроме того, для всех желающих, кто сейчас находится в поиске работы, может быть, ваших друзей, знакомых, есть такая необходимость. У нас есть прекрасный бесплатный курс по успешному поиску работы и успешному трудоустройству абсолютно для всех желающих. Также вы можете сейчас сосканировать QR-код и переместиться на страничку с этим курсом на нашем сайте. Собственно, непосредственно хотел бы перейти к теме нашей сегодняшней встречи. Я взяла с известного сайта Хабр последние исследования, опубликованные ими. Они анализировали зарплаты IT-специалистов, в частности, JavaScript-разработчиков за первое полугодие 2022 года. И, как мы видим, все так же востребованы за первое полугодие 2022 года медианная заработная плата не изменилась, это 150 тысяч рублей. При этом у джунов медианная средняя заработная плата 60 тысяч рублей, у мидлов 140, у сеньоров 230, у лидов, тим лидов 261. Но, как мы видим, джуны идут без изменения, но все остальные позиции стабильно растут примерно по 10% за полугодие. Что не может, собственно, не радовать. Если сказать пару слов про рынок труда в сфере IT-разработки, можно сказать, что сейчас он достаточно конкурентен. Но с учетом оттока, всем известно, специалистов мидл и сеньор уровня, фокус при найме джунов сместился на обучаемость, умение брать на себя ответственность. Увеличивается количество предложений в сфере госпроектов, импортозамещения. Российские компании могут получать новые государственные финансирования, расширяя свой штат. Соответственно, ключевыми навыками сейчас является стрессоустойчивость и умение адаптироваться под меняющиеся условия. Также для наших слушателей я подготовила небольшую статистику за ноябрь, сколько IT-вакансий было опубликовано крупными и средними компаниями. Как мы видим в числе лидеров, это компания МТС, лаборатория Касперского, ИНОТЭК и СБЕК. Собственно, на этом все. Уважаемые слушатели, обращайтесь в наш учебный центр, учебный центр специалистов. Ваш путь к успеху. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну вот такой классный инфу нам для обызываний, для учета подбосили. И я думаю, что кто будет пересматривать, обязательно обратит внимание, как минимум, на те компании и на те тренды, которые существуют. Ну а я с радостью хочу перейти к самому интересному, к самому вкусному, к тому, что те, кто сегодня присутствует на нашем дне открытых дверей, они могут записаться на наш курс, на эту дипломную программу с определенной заметной существенной скидкой. И для этого надо запомнить, записать, взять на заметку промокоды, который снизит стоимость на покупку такого, я не знаю, дипломной программы, да, дипломной программы. Этот промокод звучит как JS23, JS легко запомнить, JavaScript, JS23 год текущий. Так что запоминайте этот промокод, указывайте его обязательно ближайшие три дня при покупке курсов и рассказывайте, что вы были на дне открытых дверей и узнали об этом промокоде именно отсюда. Ну а мы переходим к самому интересному, вопросы-ответы. Друзья, если у вас вдруг после вот этой нашей встречи есть, остались какие-то вопросы, я бы с радостью хотел ответить, потому что, по-моему, это здорово, когда можно задать вопрос по курсам у того человека, который ведет эти курсы, и сразу получить ответ, сориентироваться, взять для себя на заметку что-то. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите прямо сразу в чат по графику, по расписанию, по плану занятий, по тому, как у нас устроены там, может быть, лабораторные работы или проекты. Я с радостью вам отвечу. Отлично, у меня пошли вопросы, и я переключаюсь в чат. Так, первый вопрос. В интернете будет ли публикация учебных сайтов? Классный вопрос. На первом курсе, прямо сразу на первом курсе HTML я рассказываю о том, мы рассказываем о том, как при создании самой даже простейшей странички на HTML происходит размещение сайта в интернет. Единственное, что для того, чтобы вы смогли увидеть свой реальный сайт в интернете, вам нужно приложить дополнительных немножко усилий. Дело в том, что покупать хостинг для размещения сайта не всегда бывает удачной или успешной рекомендацией для совсем в нос начинающих разработчиков. Поэтому начинаем мы на курсе HTML с самого простого, с GitHub Pages. Это бесплатный сервис, он доступен нам всем. Можете во время курса или прямо сейчас, сегодня, забраться туда, зарегистрировать страничку третьего доменного уровня и разместить там свой сайт. А вот дальше, в следующий раз мы говорим о том, как размещать свое приложение в сети интернет, так, чтобы оно было доступно, только уже на курсе Node.js. Почему? Потому что остальные курсы, они у нас связаны с фронт-энгом. Разместив HTML страничку на GitHub Pages, вы можете размещать и любые другие странички. А вот JavaScript приложение, в смысле, серверное приложение, там есть интересные моменты, которых надо обсуждать. Во-первых, мы уже точно к тому моменту знаем, что такое гид, как размещать через репозиторию, и это интересно всегда попробовать. И во-вторых, размещая серверное приложение, мы смотрим, чтобы у нас это серверное приложение работало даже после перезапуска сервера. Поэтому, да, вот на двух курсах мы, как минимум, на это внимание обращаем. Спасибо за вопрос. Легор не вас нам его задал. Следующий вопрос от Ольги. Как вы считаете, сколько надо давать данный курс по времени, чтобы работа отхватили тебя с руками? Ох, это такой классный, но я понимаю этот вопрос, он актуальный, замечательный, но он такой немножко как бы холиварный, и все очень сильно, Ольга, зависит от ваших усилий по изучению материала. У меня есть самые разные кейсы, грустные, веселые. Грустные кейсы бывают, что если человек, например, только просто приходит, физически приходит на занятия, но не делает домашнего, не углубляется в проекты, то может так быть, что работодатели будут очень долго искать этого потенциального сотрудника. Но если вы вникаете во все нюансы, в домашнюю работу, смотрите на проекты, которые делают разработчики перед собеседованием, то работодатели будут как минимум рады вас увидеть на своих собеседованиях. И вот буквально перед Новым годом, 29 или 30 декабря, мне прислал письмо слушатель Поздалев с Новым годом, сказал, что он год назад лишь принял решение кардинально поменять жизнь, прошел дипломную программу, правда не по JavaScript, но тем не менее. И вот он уже устроился и работает вовсю, и с улыбкой вспоминает те сложности, которые были на первых шагах. Но чтобы мой вопрос был все-таки не такой вот расплывшийся, Ольга, я думаю, что на всю дипломную программу реально запланировать надо где-то не менее 10 месяцев, 12 месяцев. Вполне возможно, что вы пройдете ее на всех парах за 6 месяцев, но возможно это будет сложно. Поэтому год это оптимальный срок. При этом, конечно же, не ограничиваясь тем, что в самой дипломной программе говорится, активно применяя это на практике. И следующий вопрос тоже от Ольги. За сколько времени по вашему можно набить руку, чтобы профессионально владеть этим языком? Ну это вот к предыдущему тоже вопросу. Я думаю, что год это минимум. Это мое такое глубокое субъективное убеждение. Я смотрю на тех слушателей, которые приходят, на тех, кто занимается. У многих достаточно материал язык заходит очень быстро. У еще большого количества язык заходит с трудом. Многие переквалифицируются. Многие начинают изучать язык вообще программировать. И здесь, конечно же, очень тяжко. Знаете ли мы что-нибудь об использовании данного языка в разработке робототехники? Или же это используются только для сайтов, а другие направления с ними лучше не связываются всегда. То почему? Если нет, то почему? Я немножко сталкивался с тем, что называется сейчас Ардуино. Возможно, вы слышали, есть две, может быть, больше популярных электрических, электронных плат, с которыми можно экспериментировать. Это Ардуино, это Raspberry Pi. Так вот, я немного в свое время занимался с Ардуино. И, насколько я знаю, там есть один вид плат, который называется S-Pruina, если память не изменяет. И там используется для построения приложения и управления сервомоторами язык JavaScript. Не скажу, какая версия стандарта используется, может быть, не шестой, может быть, не восьмой даже, может быть, даже пятая версия стандарта. То есть это надо смотреть, это не моя повседневная тема для занятий. Но чаще всего вы будете встречать какие-то другие языки для робототехники. Так сложилось, что я наблюдал чаще всего какие-то разновидности языка C, C++ и так далее. Почему так? Ну, наверное, так исторически сложилось. Есть вещи, которые можно быстро обосновать, а есть вещи, которые эволюционно складываются, надо проводить анализ. Почему так или иначе? Окей? Такой ответ на вопрос. Хорошо. Плюсаните в чат или добавьте ваш вопрос чем-то еще, я с радостью расскажу. Вопрос в чате. Скажите, пожалуйста, может ли обучение данного курса в написании макросов в программе R7 Office? Друзья, по поводу R7 Office. В прошлом году и даже в этом году у меня, на меня брушилась целая лавина вопросов, связанная с написанием макросов в R7 Office. Я до ближайших двух месяцев не работал с R7 Office вообще. Но поскольку моя тема это JavaScript, то пришлось забраться, посмотреть, и я с удивлением для себя обнаружил, что там действительно вовсю используется JavaScript. Поэтому, Анастасия, мой ответ на ваш вопрос такой. Если вы с JavaScript совсем ни разу не сталкивались, то первый курс JavaScript, он очень сильно вам поможет в написании макросов, потому что макросы в R7 Office пишутся как функции, как безымянные функции, как просто функции. И они используют те же все вещи, которые используются во всех библиотеках, во всех JavaScript фреймворках. Типы данных, понятия в области видимости, функции, возвраты, циклы и так далее, операторы, инструкции и так далее. К сожалению, пока что у нас еще нет курса отдельного по макросам в R7 Office. Хотя где-то полтора-два года назад я создавал курс по созданию макросов в Google Apps Script. Там тоже JavaScript используется для оперирования документами Google. И вот когда я в R7 Office залез, я обнаружил, что там синтаксис очень похожий. Там объекты используются, тут объекты используются. Поэтому смею заверить, что он может пригодиться. Но если вы уже с JavaScript, с основами знакомы, я имею в виду, знаете вот эти все вещи, начиная от переменных, заканчивая там объектами, встроенными объектами в интерпретатор, то тогда, наверное, курс не будет вам очень сильно так полезен. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Следующий вопрос у нас. Антон пишет. Так, Антон, мне надо прочитать. Работал с основной или полжизни, решил все перевернуть. Кончил на днях UIX и планирую работать на направлении, насколько сложный дизайн и переключиться в программирование. И получится ли совмещать как фулл степа заботчик? Нужно ли так париться или нужно отдать себя чему-то одному? Ваше мнение хотел бы назвать. Спасибо, что спросили. На мой взгляд, лучше для начала углубляться потихонечку в одну тему. Но при этом рядом располагающиеся темы ни в коем случае не забрасывать. Почему? Потому что обычно все тесно связано. По поводу перехода с UIX на программирование. У меня в прошлом году был просто нереальный кейс. У меня занималась слушательница, которая стала классным дизайнером, работает в другой стране. И она решила попробовать программирование, потому что у нее муж занимается программированием. И когда она начала заниматься, у нее потихонечку очень начало получаться. И в итоге получилась гремучая, в хорошем смысле, смесь. А именно, она понимает основы дизайна и умеет запросто рисовать дизайн в фигме. Для меня это, например, что-то вообще нереальное. И при этом она умеет это спокойно воплощать в компоненты на реакте. То есть ее ценность, очевидно, в глазах ее будущего работодателя или ее заказчиков вполне очевидна. Если обратятся ко мне, я буду искать дизайнера или готовые макеты. Она же может нарисовать тот макет, который им нужен под запрос. Поэтому, на мой взгляд, лучше захватывая, подтягивая отдельные вещи. Ну и, наверное, кейсы из своей жизни, когда я начинал разработку, веб-разработку много лет назад, я сделал акцент на курсы PHP в свое время. Но потом жизнь так сложилась, что я заметил, что, ну, а как PHP без HTML? Пришлось погрузиться немножко в биорусскую. А как PHP с JS-ом-то тоже, там, с HTML-ом-то тоже надо как-то сказать, JS подтянул. И вот то, что, получается, я несколько вещей параллельно развивал, мне дало какую-то фору, потому что, когда теперь я вижу, что PHP, ну, объективно, да, там, по курсам, по вакансиям, немножко где-то местами начинает задавать, а там выходят другие игроки на первое место, я со своим JavaScript-ом говорю, ага, у меня есть еще одно направление, которое рядом идет. Вот. Так что, вот, как-то так. Становится ли фул разработчиком или нет, в конце концов, ну, тут уже вам решать, так что смотрите. Вопрос в чате следующий. Надеюсь, ответил на вас. Опишите, пожалуйста, каких знаний достаточно для изучения React-а. Ага. Значит, для изучения React-а я рекомендую знать основы JS-а, раз, и знать основы работы с Document Object Model, то есть с объектной моделью браузера. Если вы знаете основы, если вы знаете основы работы с Document Object Model, вы уже можете приступать к изучению React-а. В идеале нужна небольшая практика, где вы, намучившись работать с нативным Document Object Model, и поймете, что приложения дальше не растут, и начнете изучать дальше React. Совсем в идеале, если вы будете знать именно на нашем курсе, перед нашим курсом, чуть-чуть вот столько, как запускать приложения на ноде JS, потому что мы сейчас так программу поменяли, что используем при работе с React-ом шаблон, известный многим реактор-заботчикам, называется Create React App, вот, но глубокого знания ноды, конечно же, для изучения React вовсе не нужно. То есть основы JS-а и работа с Document Object Model – это вот залог успеха при работе. Да, спасибо. Следующий вопрос. Допустим, мы изучили курс. Жанна задает вопрос. Все хорошо, но работы пока нет. Где брать дополнительные задачи для поддержания полученного навыка или его совершенствования, типа задачи? Жанна, ну, быстрый, у меня ответ всегда есть, это забираемся в поисковую систему, вбиваем задачи для собеседования, или просто задачи для JavaScript, и там вываливается целый вагон задач. Ну, просто вот нереальные вагон задачи. Особенно, если вы там для подготовки к собеседованиям, да еще и укажете уровень, их очень много. Вот. Но я в прошлом году решил поэкспериментировать и такую опцию вел для тех слушателей, которые у меня учатся, называется «Безлимитные задачи». То есть вот приходит человек ко мне на курс и говорит, Алексей, все круто, домашки выполнены, курс сделан, но мне не хватает проработать какую-нибудь тему. И пока курс идет, пока мы на связи, я жду вопросов по задачам. Я сажусь и пишу эти задачи. И вот за прошлый год у меня накопилось, ну, я бы сказал, несколько сотен задач по разным разделам разных курсов. И те, кто уже заранее приходит, знают, что если какая-то тема будет оказаться сложной, непонятной, или там нуждается в проработке, они, эти слышатели, наши слышатели, пишут мне, и я сразу отвечаю. А уже дальше вы ориентируетесь. И если мы в процессе работаем, курс еще идет, я могу дожидать вам обратную связь по этим задачам. Ну, а если курс закончился, вы просто имеете задачу, сами их прорешиваете, добиваетесь, что они либо будут добиты, либо будут отложены на потом, Жанна. Вот такой ответ на ваш вопрос. И там вот я прокрутил, чтобы сориентироваться, сколько вопросов. Сергей советует. Коды ВАРС. Да, абсолютно верно. Есть очень много разных классных коды ВАРС. Если еще покруче, то лет коды. Да, забиваете это, переводите, смотрите, начинаете сражаться в игровой форме, но потом уже читаете. Жанна, окей? Напишите плюсик, если я ответил на ваш вопрос. Вопрос в чате. Также в планах попробовать себя за границей. Как долго нужно набивать руку для работы в фирмах США или других странах, насколько мы востребованы как спецы за границей? Ого, классный вопрос. Я бы, наверное, слукавил, если бы совсем вот прям начал бы прям отвечать, что вот то-то и то-то, потому что я не работаю за границей, и в фирмах США тоже не работаю, но вакансии принимал. Могу сказать, что мы востребованы, мы очень востребованы. Буквально за последние пять лет мои несколько коллег уехали в Европу, чтобы зарабатывать на ниве фронт-энда, на ниве джава-скрипта, и дела у них на тот момент, когда мы с ними общались, идут просто классно. Но это вот мой такой субъективный опыт, мое знание, я вам его передаю. Стоит ли об этом думать в 31? 31 я сказать не могу, потому что это же все очень субъективно. Если вы рассматриваете этот большой серьезный проект, Антон, то, наверное, почему нет? Ставим цель, разбиваем на подзадачи, прикидываем ресурсы и пробуем двигаться к этой цели. Сразу видно, что я начитался недавно книжек о мотивационных, правда, да? Вот. Либо, если вдруг ресурсы, затраты и все остальное не помещается в ваше видение в реализации проекта, ну тогда надо что-то другое придумывать. Наверное, я бы ответил на ваш вопрос более классный, если бы сам вот сегодня, сейчас решил найти работу за рубежом. Но мне нравится моя текущая работа, так что, к сожалению, этот вопрос, он такой, получается, слегка подвешенный, Антон. Надеюсь на понимание. Ага, отлично. Вопрос еще один от Ольги. Как лучше использовать этот язык для подажников, для программ в работе? Это классный вопрос. Я всегда, наверное, должен признаться, недооценивал работу в полной мере коллег, дизайнеров, продажников, маркетологов. И это определенным образом повлияло на мое видение этих профессий. И только спустя какое-то время я теперь вижу, что человек, который знает язык, я имею в виду в данном случае JavaScript, и какую-то свою область, он становится более продвинутым. К сожалению, я боюсь, что, Ольга, по продажник, по вот именно мастерству продаж, я не смогу вам ответить в полной мере. Но я могу придумать кейс, а вы оцените, в какой мере он отвечает вашему вопросу или нет. Допустим, допустим, я как стал продажником завтра, и меня поручили каким-то образом облегчить работу себе и моим потенциальным клиентам по продаже курсов того же JavaScript или вообще курсов программирования. Первым делом я бы, наверное, кинулся изучать эту область, а потом построил бы скрипт, который частично автоматизировал самые частые вопросы и помогал моим потенциальным покупателям определить, вообще нужны ли им курсы или нет. То есть я бы сел и написал скрипт, который бы начинал выяснять у потенциального клиента, а нужен ли ему вообще JavaScript или другие какие-то языки. Ну, например, когда вы нуждаетесь в автоматизации каких-то ваших действий, если человек отвечает, что он не нуждается в автоматизации действий, то язык JavaScript или, может быть, даже другие языки не нужны, ему нужно что-то еще. Если нуждается, я выясняю, что именно он хочет автоматизировать. Если это речь именно, что касается работы в браузере, JavaScript однозначно советую. Если это речь о работе на сервере, то я посоветовал бы и другие рядом идущие языки, там, Python, Go, PHP, что-то еще. И написав этот скрипт, я бы, во-первых, собирал статистику, что нужно человеку, отправлял бы ее себе, и таким образом, созваниваясь с клиентом, продавая ему курсы, я бы уже знал какие-то вещи, которые внесены. Знаете, Ольга, я, наверное, еще добавлю, вот наверняка сталкивались сейчас очень часто, заходя на какой-то сайт, мы видим такие фишки, как квизы. Квизы – это такой небольшой опрос, как по мне, так очень сильно надоедливый, который позволяет человеку подтолкнуть, ответить на какие-то вопросы, а потом, например, запросить его e-mail или сориентировать по цене. Поэтому вот в этом ключе, наверное, бы, пожалуй, я посмотрел. Вопрос, я так понимаю, дополнение. Как можно в финансовой отчетной деятельности использовать этот язык для программ, чтобы облегчить в том числе аудит? К сожалению, моих знаний вот в этой области, я боюсь, будет недостаточно, чтобы ответить вам полноценно на этот вопрос. Но я еще один кейс хотел бы рассказать. В прошлом году я познакомился с человеком, который работает в области, не совсем связанной с моей областью, а именно учебной и также джаваскриптом. Этот человек возглавляет определенный отдел в крупном учреждении, и так случилось, что его предметная область понадобила, заставила его изучать JavaScript, чтобы автоматизировать работу с Google Forms, это сервисы Google, и с Google таблицами. И вот здесь мои знания, навыки и опыт пригодились, потому что общее представление о таблицах и у Google Forms у меня есть, я их активно использую не только сам, но и на занятиях. А предмет область, соответственно, сам потенциальный мой клиент хорошо знал, и вот так вот мы начали писать очень интересный продукт, который решал мою проблему. К сожалению, увы, я не подскажу сейчас и могу только догадки строить, как именно в финансовой отчетной деятельности можно этот язык использовать. Возможно, на этот вопрос бы, неплохо было бы этот вопрос задать коллегам, но я думаю, что, наверное, не очень быстро этот вопрос, чтобы узнать, в чем именно там проблемы, какие задачи вы решаете. Если у вас там хотя бы где-то появляются данные в формате CSV, в формате JSON, в формате XML, мы сразу можем сказать, что да, мы можем брать эти данные и перерабатывать их тем образом, теми правилами, которыми вы занесете в этот язык. Но что-то более конкретное я бы и что не скажу. Если вы, может быть, переформулируете вопрос или приведете какой-то конкретный пример, но уже для меня, как для пользователя в сфере финансовой отчетной деятельности, я мог бы придумать вам какой-то пример, соответственно, ответный, который расскажет и опишет, что этот язык может помочь сделать. Спасибо вам. У меня еще один вопрос. Он задан в личку, поэтому я его просто описываю. Про дом слышал, что в React используется виртуальный дом. В чем разница? Я позволю себе сюда перейти к слайду, где у меня курс про JavaScript оширенные возможности написан. Здесь мы рассматриваем объектную модель, которая есть в браузере. Она очень большая, она очень тяжелая, она очень классная, но она очень перегружена. И когда вы оперируете объектами в браузере и при этом строите большое приложение, большое приложение, когда у вас могут встречаться там тысячи и тысячи компонентов, компонентов, фрагментов, то вы рано или поздно обнаружите, что у вас это работает медленно. Начинающие слушатели часто спрашивают, а можно ли игрушку написать, пройдя первый или второй уровень JavaScript. На что я всегда отвечаю? Конечно, да. Но эта игрушка точно не должна будет быть требовательной к скорости, потому что дом – это всегда очень медленно. Так вот, те, кто использует React, они действительно используют под капотом у React виртуальный дом. Грубо говоря, виртуальный Document Object Model – это некоторая модель дома во внутреннем представлении React, с которой очень легко и просто оперировать. Опять же, грубо говоря, вместо реального дома с кучей сотнями и тысячами свойств и подсвойств у вас есть Plane объект, обычный JavaScript объект, который выглядит как древовидная структура. И вам гораздо быстрее этот древовидный объект обрабатывать с помощью React, а потом, когда этот виртуальный дом изменился, уже перерисовывать его на обычный дом. То есть у вас операция перерисовки происходит за счет этого очень быстро. Или опять же, у вас виртуальный дом поменялся, но не весь, а только часть. Значит, в реальном доме мы тоже перерисуем только лишь часть, а не весь этот объект. За счет этого достигается скорость. Как-то так. Классный вопрос. Что посоветуете почитать по XSLT? Значит, я бы посоветовал первым делом, наверное, пожалуй, что-нибудь погуглить на MDN. Или есть книга по XML, называется «XML. Подробное руководство». Она достаточно дорого стоит, но вы можете ее найти. И там XSLT очень, я бы сказал, очень-очень-очень подробно описано. В свое время мне эта книга помогла во время подготовки курса по XSLT. и, в общем, выручила в сложной ситуации, поэтому я ее советую. Если задержитесь на одну минуту после завершения вебинара, я ссылку на эту книгу обязательно кину. Окей? Договорились? Ну что ж, друзья, я очень благодарен, что вы нашли время, выразили интерес и подключились к нам и задали свои вопросы. Особенно за вопросы благодарен, потому что в современном мире, в современное время самое для нас, пожалуй, драгоценное – это ресурс, время. Потому что если у нас есть время, то мы можем заработать деньги и успеть проследить за здоровьем и так далее. Поэтому я приглашаю вас всех на курсы JavaScript специалист, чтобы вы сэкономили время, изучая этот язык, вместе с нами, ускорились и у вас все было ок. До новых встреч. Спасибо еще раз. И жду ваших звонков в Центр Специалист, нашим продажникам. Надеюсь, они мне сообщат, что много людей воспользовалось кодом. Отлично. Спасибо вам, друзья. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok